Марат Галиев. Банный день, ночь. Рассказ. Читает автор. Сквозь приоткрытое окно Валентина Петровна услышала, как залаял дворовый пёс. Кто-то кликнул её по имени. Выглянув, старушка увидела красный автомобиль и возле него незнакомую женщину в тёмных очках. Заметив в окне хозяйку, та сняла очки и помахала рукой. Старушка вышла из дома, шикнула на собаку и приблизилась к незваной гости. На вид той было лет тридцать. В здоровом теле, смазливая, баба как баба. Разве прибарахлина шикарнее, чем местной, да намалёвана чересчур. Словом, городская цыпка. «Я насчёт бани. Вас Павел предупреждал?» Незнакомка говорила ровно, без эмоций. Натянула улыбку. Валентина ещё раз оглядела её с ног до головы. Глаза холодные, бесноватые. «С характером, баба». «Похоже, живёт без мужика», — смекнула старушка. Гостья переминалась и всем видом выказывала нетерпение. «Вы не слышите? Мне повторить?» Она кинула взгляд на табличку с номером. «Вы Валентина Петровна или я адресом ошиблась?» Старушка откашлялась. «Ну да, заходил Пашка, говорил про тебя». «Одного не пойму. Для чего тебе моя баня? Сейчас в таких и не моется-то». «У вас пятистенка по-чёрному?» «Пятистенка. Только я уже её лет десять не топила. Как старик помер, я к соседке хожу». «Я в ней мыться не собираюсь», — обрезала женщина. «А где сама баня-то? можно взглянуть?» «Вон, а в конце двора». «Так я войду?» — вкратчего спросила Цыпка. Валентина загнала в будку собаку и отворила калитку. Гостья прямиком направилась к покосившемуся домику. Старушка едва поспевала. Дамочка с интересом осмотрела баню снаружи, подсокала языком. Старушка открыла маленькую узкую дверь, впустила женщину и включила свет. Тусклая лампа осветила закопчённые потрескавшиеся стены и свисающую в чёрных лупях паутину. «Древняя баня. Ей сто лет, небось». В голосе незнакомки слышались довольные нотки. «Наша в посёлке последняя. Ещё отец супруга строил». Незнакомка сморщила нос. «Чем это так воняет?» «Капустка в кадушечке подкисла», — пояснила хозяйка. Цыпка молчала. Она брезгливо провела пальцем по стене и вытерла носовым платком. Наткнулась в полутьме на скамью и чуть не упала. «Не запачкайтесь, тут всё в саже», — предупредила баба Валя. Гостья с интересом вертела головой. Долго разглядывала каменный очаг с прорживевшей толстой решёткой, на которой лежало несколько чёрных камней. Кинула взгляд на двор сквозь единственное прокопчённое оконце. Спросила, в чём раньше нагревали воду? Валентина указала на трёхведерный котёл у стены. К удивлению Петровны незнакомка скинула камни, подхватила котёл и водрузила его на решётку. Поинтересовалась, куда выходит дым. Хозяйка за верёвку отвела скрипучую задвижку с потолка. Гостья пару раз проделала то же самое. «Мне нужны дрова». «Много дров», — обратилась она к старушке. «Дров-то у меня немного», — испугалась хозяйка. «Только для дома». «Я заплачу. Купите себе ещё», — безапелляционно заявила цыпка. Незнакомка, казалось, что-то искала. На вопрос старушки ответила, что ей понадобится ухват. «Для чего он тебе?» — вновь изумилась баба Валя. Женщина приказала принести. Валентина покачала головой и вышла. Вскоре вернулась с ухватом от русской печи. Гостью она застала в предбаннике у пятого угла, разглядывающей запылённые полки с горшками. «Такой сгодится?» — спросила старушка. Дамочка взялась за древко, провела руками по рогате, кивнула головой. Распорядилась, чтобы хозяйка наполнила котёл, занесла дрова и протёрла пыль. На вопрос хозяйки, когда ей понадобится баня, огорошила. «Этой ночью». Валентина только открыла рот от удивления. «Что можно делать в бане ночью?» «Вам-то какая разница?» — нервно отреагировала цыпка. «Павел разве не говорил?» «Нет. Сказал, что одной женщине нужна старинная пятистенка, но про ночь». Под суровым взглядом незнакомки Валентина осеклась. «Ночью так ночью. Бери, коли платишь». «Только вот темно будет ночью-то». «Сегодня полнолуние», — натянута улыбнулась цыпка. Она развернулась и пошла на выход. «Чертовка! Испорченная баба!» — выроглась про себя Валентина. «Если бы не нужда в деньгах, давно послала бы подальше». К ее удивлению, странная незнакомка скорее выглядела довольной. У ворот она щедро расплатилась и потребовала, чтобы хозяйка на ночь заперла собаку в будке. Строго наказала, чтобы никого, включая хозяйку, ночью во дворе не было. Поинтересовалась, как открыть калитку снаружи. Валентина поделилась секретом. Та пощелкала задвижкой. Тут кто-то позвонил цыпке на сотовой. «Дмитрий, я же взяла отгул», — нервно ответила она. «Не доставай, прошу. У меня сегодня банный день. Лучше определись со своей лярвой. Или я, или она». «Именно так», — нервно оборвала цыпка. Спрятав телефон в сумочку, странная дамочка направилась к машине. Держа в руках деньги, ничего не понимающая старушка только и успела спросить. «А как тебе величать-то, голубушка?» «Катерина, я…» — бросила, не оборачиваясь, женщина. Она села в автомобиль и скрылась из виду. 22.00 Катерина приехала за два часа до полуночи. Держа в руках по сумке, прошла в баню. Включила лампу и осмотрелась. 23.00 Открыв задвижку на потолке, она с помощью спиртовых таблеток разожгла огонь в очаге. 24.00 Пламя быстро занялось. Помещение стало наполняться дымом, но вскоре потянуло через крышу и дышать стало легче. 25.00 Все это время с пола из-за ящика с инструментами за невнимательность следило два маленьких глаза. 25.00 Четкие круглые ушки ловили малейший звук. 26.00 Катерина поставила в заваленный барахлом угол кусок ржаного хлеба, посыпанного крупной солью и половинку луковицы. 26.00 Надо ублажить банника. Негоже подумалось ей начинать ритуал, если хозяин бани обидится. 26.00 Похоже на мышь, тот довольно лыбился и с интересом наблюдал. 27.00 В его владениях давно ничего не происходило. 27.00 На маленький столик у стены, засланный хозяйкой чистой бумагой, Катерина поставила круглое зеркало и перед ним свечу в серебряном подсвечнике. 28.00 Слева от себя расположила будильник. 29.00 Расставила по периметру помещения еще три свечи. 29.00 До полуночи осталось полчаса. Вода в котле уже вовсю бурлила, и тяжелый пар, смешиваясь с дымом, колебал потяжелевшую паутину и наполнял комнату липкими испарениями. 23.40 Пора, мрачно подумала Катерина и аккуратно вытащила из сумки сонного кота. 24.00 Она купила его на рынке. 25.00 Кот был абсолютно черный, без единого пятнышка. 25.00 Пока Катерина привязывала его к ухвату, он доверчиво прижимался к рукам и слегка дрожал. 26.00 Не колеблясь, она потащила животное к котлу. 26.00 Кот почувствовал неладное, зашипел и стал извиваться. 27.00 Испугавшись, что тут выскочит из веревок, она решительно сунула ухват с беснующимся котом в кипяток, силой прижав его ко дну. 27.00 Черенок заходил в ее руках, словно кто-то пытался вырвать его. 28.00 Над кипящей водой поднялся черный хвост и завертелся пропеллером. 29.00 Одновременно со всех сторон что-то зашипело, засвистело, сзади что-то упало и разбилось со звоном. 29.00 Со двора послышался вой собаки. 29.00 Катерина на миг обмерла и ощутила, как зашевелились корни волос на голове. 30.00 Ухват в ее руках дрожал еще несколько секунд и затих. 31.00 В помещении распространился тошнотворный сладковатый запах. 31.00 Убедившись, что животное мертво, она обрезала веревки и отбросила ухват в сторону. 31.00 Добавила в огонь еще охапку дров. 32.00 Труп кота поднялся на поверхность и медленно закрутился в бурлящем котле. 32.00 Женщина смешала в банном тазу воду, разделась полностью и распустила волосы. 33.00 Поливая себя из ковша, обмыла тело. 34.00 Затем достала из сумки соль, смешанную с землей, и рассыпала вокруг столика в магический круг. 34.00 Соль несла в себе заговор. 35.00 А землю Катерина набрала на кладбище из могилы, где недавно захоронили самоубийцу. 36.00 Она проколола палец и нарисовала на зеркале пентаграмму. 37.00 Не сводя с нее глаз, зажгла свечи, выключила свет, 37.00 Медленно вошла в круг и, как есть голая, уселась перед зеркалом. 38.00 Сбоку раздались шорохи. Ей показалось, что в предбаннике кто-то есть. 39.00 Катерину начало трясти. Она взглянула в зеркало и увидела свое перекошенное от страха лицо. 39.00 Будильник прозвонил полночь. 40.00 От неожиданности Катерина подпрыгнула, повторно ткнув иголкой в палец и, не отрываясь от зеркала, 40.00 Начертила кровью на лбу еще одну пентаграмму. 41.00 Затем перевела взгляд на пламя свечи и торопливо зашептала. 41.00 Приди, мой господин! Приди, князь всех князей и царь всех царей! Из долины теней и страны смертей! Дай разумение скрытых истин и красноречия тысяч стихов! Дай мне силы! 42.00 С улицы послышался жуткий вой, испуганно затявкала хозяйская собака. По крыше кто-то тяжело прошелся, отчего с потолка посыпалась сажа! Одновременно изо всех углов бани раздалось надрывное мяуканье! Что бы ни было, не оборачиваться! Надо смотреть в зеркало через огонюк свечи! Обернешься! Сердце не выдержит! Разорвется! Мелькала в голове Катерины. 42.00 Дай мне силы четырех стихий! Посвети в силу воды! С выпученными глазами выкрикивала она, глядясь в зеркало. Откуда ни возьмись, дождевые капли захлестали по ее лицу. Огонек свечи вздрогнул, Катерина прикрыла его ладонью. «Посвети в силу огня!» Из свечи вырвались искры, Катерина невольно зажмурилась. В зеркале отразилось вырвавшееся из очага пламя и спину обдала жаром. «Посвети в силу воздуха!» Сильный порыв ветра ворвался в комнату. Свеча накренилась, и Катерина едва успела поймать ее. «Посвети меня в силу земли!» Изба задрожала, заскрипели бревна. «Навеки я раба князя своего! Легион духов отныне братья мои! Дай мне мудрости Соломоновой! Дай познать тайну неподвластную уму человеческому! Чудо рождения и тайны смерти забвения! Вскорми молоком своим! Посвети в сущность ведьмы!» По ногам потянуло сыростью. Огонек свечи заколыхался. Ей показалось, что пол под ногами двигается. Кто-то в предбаннике неожиданно захлопал крыльями. За спиной послышались приближающиеся странные шорохи. Катерина с ужасом смотрела на огонек свечи и иступленно шептала. «Приди, мой хозяин! Я готова! Посвети ведьму! Посвети!» Послышались тяжелые медленные шаги. Катерине показалось, что в зеркале мелькнула какая-то тень. В нос ударил тяжелый болотный запах. Любопытный банник, все это время наблюдавший за ней с настенной полки, в испуге нырнул в глиняный горшок. Сзади кто-то тяжело дышал. «Я здесь», — сказал он низким голосом. «Ты сделала все, чтобы я пришел. Зачем ты звала меня?» Она вздрогнула, перевела взгляд с пламени на зеркало и оцепенело. За спиной стояла темная фигура. У Екатерины от страха застучались зубы и закружилась голова. «Посвети меня в ведьму!» — с усилием произнесла она пересохшими губами. «В ведьму или в ведущую?» — тихо спросил невидимый собеседник. «В ведьму! Хочу стать ведьмой!» — настаивала Катерина. Неизвестный некоторое время молчал. Она даже подумала, что все это и привиделось. Но сзади кто-то холодно произнес. «Для этого я должен взять тебя. Ты согласна?» «Возьми меня, князь мой! Я твоя!» — прошептала она, не в силах оторваться от зеркала. «Я беру тебя!» — тихо произнес невидимый голос. Стол под Катериной зашатался. Ей показалось, что тело приподнялось и стало невесомым. Талию охватило гигантскими клещами. Катерина чуть не взвизгнула от неожиданности. Ей стало трудно дышать. В воздухе появилась вибрация, как от крыльев тысяч летучих мышей. С полок стали падать предметы, загремели ведра. Сзади кто-то навалился. Она почувствовала, как что-то влажное и горячее змеей вползло в ее лоно. Екатерина ощутила сильный жар. По лицу заструился пот. По всему телу пробежали судороги. Она вдруг почувствовала неиспытываемое ранее наслаждение. Неизвестные тонкие энергии наполнили тело сказочными ощущениями. Грудь ее отяжелели, набухшие соски потянули вниз. Таз налился свинцом, ноги стали ватными. Неизвестный сзади тяжело дышал. Не освобождая железных объятий, он входил и входил в нее. Катерина громко застонала. Ощущение, что каждая клетка ее организма наполняется радостью, вело ее в неописуемый восторг. Ей хотелось петь и плакать одновременно. Подобно дирижеру, она размахивала руками и мотала головой. Начали на раздельные звуки, обрывки мелодий, надрывный плач вылетали из ее горла. Пик наслаждения оглушил. В голове что-то вспыхнуло, пронзило светом. Сильно сдавило в висках. Ей показалось, что весь мир со своими океанами и планетами слился в ней в одно целое. Не в силах сдерживаться, она закричала и забилась сладостной агонии. Одновременно за спиной она услышала низкий протяжный стон и почувствовала, как нутро наполняется влагой. По внутренним бедрам потекли реки. Неожиданно силы оставили ее. Лишь отдельный, еще блуждающий по венам токи, заставляли тело вздрагивать. Внезапно клещи отпустили. Она понемногу стала приходить в себя. Чьи-то сильные руки развернули ее за плечи и подвели к котлу. На бурлящей поверхности что-то белело. Приглядевшись, Катерина заметила белую косточку. Повинуясь неведомому приказу, она смело полезла руками в кипяток и взяла ее. Ожога при этом не почувствовала. — В ней твоя сущность. Проглоти ее! — тихо сказал тот, кто стоял сзади. Катерина, не мешкая, задрала голову и опустила косточку в горло. — Да будет так! — пророкотал неизвестный. Зрение и слух необычайно обострились. Тысячи неизвестных ранее истин раскрылись перед ней. Она даже не удивилась тому, как кот совершенно целехонький выпрыгнул из бурлящего котла, отряхнулся по-домашнему и принялся тереться о ее ноги. От нахлынувшего на нее огромного счастья у нее сильно закружилась голова. Катерина проснулась от долгого звонка. Голова раскалывалась. Сильно болел таз в области копчика. Она взяла трубку и свободной рукой принялась массировать выросший на месте копчика 5-сантиметровый отросток. — Привет, Паша! — Катюха, ну ты даешь! Ты чего там с бани сотворила? — кричал Павел. — Петровна говорит, такой бедлам там устроила. Полки попадали, горшки поразбивала. Кошку-то зачем сварила в котле? — Паша, ничего не помню, — тихо ответила она. — Бабка грозится пойти к участковому. Сказала, заяву будет писать. Катерина поморщилась. — Паша, заткнись хоть на полчаса, не до тебя. — Я… — Павел неожиданно замолчал. Она выключила трубку и села в кровати. Обнаружила, что совершенно голая. Катерина поднялась, накинула халат и поплелась в кухню искать таблетки. На столе симпатичный домовой с удовольствием купался в чашке с молоком. Он помахал ей рукой, раскланился, тряхнув кудрями. Она ответила грустной улыбкой и вышла на балкон. Машина стояла на своем месте. На крыше беседовали голуби. Катерина прислушалась. С удивлением поняла, что самец приглашал голубку слетать на рынок. Он хвастал, что знает место, где недавно просыпали пшеницу. — Так чего ж вы ждете? — негромко сказала она голубям, и птицы точность улетели. За батареей отопления злой однорукий Шиш перерогивался с принципиальной видогонию. Последняя угрожала, что расскажет хозяйке о том, что Шиш недавно стянул ее любимые серьги. — Ага, вот и пропажа нашлась! — улыбнулась Катерина. Она заглянула под стол. Злыдни сидели под столом на огромной жабе и подначивали спорящих, хикая и хлопая в ладошки. Жаба слушала их перепалку и моргала сонными глазами. — А ну-ка, цыть! У меня болит голова! — прикрикнула она на нечисть. Все тут же послушно разбрелись по своим щелям. Жаба надулась и лопнула, как мыльный пузырь. Долгожданный звонок застал Катерину в ванной. Она рассматривала себе в зеркале и наносила тональный крем. В трубке раздался недовольный голос начальника. — Катя, тебе надоела работа? Ну, носу отчеты, а ты где-то шляешься. — Дима, мне плевать на твои квартальные отчеты. — Ты определился со своей лярвой? — Ну, стой, что рядышком. — Что ты несешь? — укорил шеф. — Я в кабинете один, полно работы. — Знаю, что сидите, коньяк, лакаете. — А она твою ножку поглаживает, — издевалась Катерина. — Послушай меня, ты злоупотребляешь нашими отношениями, — интимно загудил шеф, невольно убирая бутылку со стола. — Да я на твое место завтра троих найду! — по голосу чувствовалось, что он смущен. Катерина покачала головой и ухмыльнулась. — Будь у себя, сейчас приеду. Своей секретутке скажи, пусть пойдет в туалет, закроется и сидит там до моего прихода. — Ну и хамка, ты уволена! — сдавленно прорычал шеф. — А вот я сейчас разберусь с вами, — весело ответила Катерина и бросила трубку. Она закончила макияж, выпила чашечку кофе, оделась и вышла из квартиры. Ее бывшему дружку Павлу осталось молчать еще пять с половиной минут. Дмитрий у себя в кабинете безуспешно пытался встать из кресла и паниковал. К дамскому туалету в конторе выстроилась возмущенная женская очередь. В это время довольный банник носился по развороченным владениям и потешался над наводящий порядок бабой Валей. Та жаловалась последнему на радикулит и, чертыхаясь, отпихивала от себя надоедливого черного кота. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова